Сеть нежрегиональных ресурсных центров продолжает расти. 27 февраля было подписано очередное соглашение о сотрудничестве на этот раз с Сигежским районом. Стоит отметить, что к предстоящей работе присоединился Сигежский ЦБК, поэтому соглашение получилось даже трехсторонним. При сотрудничестве с нашим университетом будут решаться задачи социальной сферы, предпринимательства, кадрового потенциала и многое другое. Стороны будут решать такие проблемы, как удержание молодежи в районах, подготовка кадров и организация практики студентов. Сигежа получит также научные консультации от сотрудников ВУЗа и доступ к ресурсам ПетрГУ. На этом череда подписаний не закончилась, и 2 марта к работе сети МРЦ присоединился Медвежегорский район. Мы думаем, что сотрудничество с университетом будет подотворно как с одной, так и с другой стороны, по всем направлениям первоочередным, которые необходимо провести. В скором времени стороны начнут активно сотрудничать по одному или нескольким проектам. Перед поездкой делегация уже подготовила дорожную карту. У нашего университета есть разработанные сервисы для населения, а также множество ресурсов, которые можно использовать при взаимодействии. Это IT-парк, музей, стенд-центр и многое другое. Современные механизмы и активное сотрудничество сторон приведут к продуктивной работе и крепкой дружбе. Тем более, что среди сотрудников университета много уроженцев из этих мест. 28 февраля состоялась отчетно-выборная конференция председателя Объединенного Совета обучающихся. Участники мероприятия выслушали отчет Алексея Штыкова, который являлся председателем с момента создания совета. За время руководства Алексея Сергеевича реализовано множество проектов, десятки крупных мероприятий и маленьких, но важных дел, таких как поддержка творческих коллективов и решение текущих вопросов, касающихся студенческих объединений. Отчитавшись, Алексей Штыков сложил полномочия, после чего открытым голосованием из двух кандидатов выбрали нового председателя совета. Им стал Александр Чернышев, студент 4-го курса Института биологии, экологии и агротехнологий. Особое внимание он будет уделять организационной работе, ежемесячные собрания коллективов, институтов и помощь администрации ПетрГУ в реализации программы развития опорного вуза. Стоит отметить, что Объединенный Совет обучающихся является высшим управляющим органом университета со стороны студенчества. Молодежный инопарк выступил площадкой для заседания дискуссионного клуба. Просматриваемая тема – экстремизм в сети интернет. Интернет растет в разные стороны, как в хорошую – это доступность, скорость, социальные сети и полезные сервисы, так и в плохую. Вербовка, использование его в преступных целях, разжигание межнациональной розни и пиратства. О методах борьбы с отрицательным воздействием рассказали представители Роскомнадзора, Министерства внутренних дел, Министерства национальной и региональной политики республики. Они рассказали о механизмах создания и работы экстремистских сообществ, наглядно показали методы борьбы с ними и научили участников дискуссии распознавать подобные угрозы в сети и вовремя на них реагировать. Обсуждаемые вопросы вызвали оживленную дискуссию среди слушателей. Заседания клуба будут продолжаться, и участниками было выбрано направление следующего заседания – развитие межкультурного диалога и межконфессиональные отношения. С 1 по 3 марта в Петрозаводске состоялся 7-й международный конгресс учителей физической культуры. Участниками стали порядка 300 человек из 36 городов России, специалисты из Финляндии, Китая и Молдовы и около 100 студентов ПетрГУ. В этом году он прошел под девизом «Здоровье в школы», поэтому темы круглых столов и мастер-классов были соответствующие. «Школьный спорт», внедрение готового образовательной организации и методическая копилка учителя физкультуры. Конгресс имеет большое значение прежде всего для самих учителей физкультуры, потому что здесь есть возможность обменяться своим опытом, показать то лучшее, что сейчас наработано в разных регионах нашей России, поделиться вот такими наработками. Очень хотелось бы, чтобы такие конгрессы были чаще, и мы в них с удовольствием принимаем участие. Организаторы уверены, что дружба между участниками будет способствовать обмену опытом и улучшению качества работы учителей. 2 марта в клубе «Бенемот» состоялся творческий вечер Сергея Светлова, который специально приехал по случаю дня рождения своего друга Александра Коширина. Дружба Сергея и Александра завязалась еще летом в лагере ССК на базе в Шотазера. Сергея тогда заинтересовали и его стихи, и на творческом вечере они звучали уже в виде готовых музыкальных произведений. Также Александр сам читал свои стихи под гитарный аккомпанемент и принимал поздравления дорогих гостей. Поэта, спортсмена, тренера пришли поздравить родные, его подопечные и просто ценители его творчества. Поздравляем Александра с днем рождения и желаем дальнейших побед. Кроме того, наш творческий тандем не обошел вниманием и предстоящий праздник. Я прочту одно стихи, одно из своих любимейших, да, и мы давай поздравим с наступающим, с наступающим, с наступающим, с наступающим, с наступающим, с наступающим, с большим удовольствием. Дорогие женщины, девушки, мамы, бабушки, маленькие девочки вот бегают там, поздравляем всех от всей души с 8 марта, с весной, с любовью, правда же? Конечно. Давай прочитай с хитриней. Где ты, моя идеальна, с хитринкой и блеском в глазах? Где красота скандальная и пурпур на нежных губах? Где же твой шаг раздается? Где слышится голос твой? И сердце твое где бьется? Откликнись весенней порой. Так мало стало земли. Кругом океан одиночества. А ведь хочется. Так любви. Неописуем хочется. Дорогие девушки, поздравляем вас с женщиной, наши любимые. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...